Асель Садвакасову и Нарлана Кенбаева объединяет стремление насытить отечественный рынок комедиями. Анализ их творчества и не только провели члены Ассоциации кинокритиков Казахстана. Итоги и мнения в нашем следующем сюжете. Этот марта оказался удивительно богат на примеры комедийных фильмов отечественного производства. Однако количество никогда не было синонимом качества. Нехватка хороших сценаристов, актеров или бюджета. А может быть причина кроется в режиссерах-стахановцах, выпускающих по фильму в неделю? Как получилось с картиной «Класс Та Стар» и мюзиклом «Си Си Тай». Замечательная комедия. Очень легкая. И в этом одновременно ее преимущество, ее недостаток. Вообще интересно, что с разницей буквально в одну неделю в прокат выходят два фильма. Одного режиссера, Ярнар Нургалиева, который при всей своей непохожести, это «Си Си Тай» и «Класс Та Стар», при всей своей непохожести еще и очень похожи. «Си Си Тай» – красивый мюзикл, «Класс Та Стар» – легкая комедия, но они одинаково пусты. На фоне всего этого радуют глазки на работы от бывших КВНщиков, вполне приличные по сценарию и исполнению. Например, впервые за долгое время на экраны вышла комедия «Регистратор», сюжет которой никоим образом не затронул тему свадеб, тоев и прочей семейной жизни. И уже за это стоит сказать создателям фильма «Спасибо». Впрочем, и у КВНщиков случаются провалы. Буквально недавно вышел фильм «Я жених» Нуртаса Донбая, который был очень сырым в плане сценария и достаточно скучным по постановке, по сюжету, по актерской игре. Обиднее всего, что Гульнара Сильбаева в какой-то веке получила главную роль, и при этом ей не дали раскрыться как актрисе, как комедийному таланту, просто не дали раскрыться. У Куэнбаева «Каникулы в Таиланде» мне понравились, мне кажется, это очень весело, динамично, хоть и были там очень достаточно вторичные шутки, но все равно они работали на историю, и, мне кажется, это довольно неплохая картина. А вот российские экс-участники клуба «Веселых и находчивых» не могут похвастать ни одним успешным кинопроектом, что удивительно, учитывая невероятную популярность их телепроектов и сериалов. Если брать российские проекты, которые делали КВНщики, основной упор делается на медийность лиц, и очень, скажем так, наплевательское отношение к сценариям. То есть если женщины против мужчин «Крымские Каникулы» это просто плохо сделано, это зомбоящик, это вообще отворотительное. Я не знаю, почему они решили назвать это кино и выпустить в прокат, но они набрали час самых несмешных своих скетчев, и такое ощущение, что они просто взяли свои черновики и экранизировали. То есть черновики того, из чего не получилось нормальных номеров и нормального шоу. И просто запихнули это все в один какой-то тупой винегрет, и из этого пытались срубить какие-то деньги. Несмотря на недостатки, перспектива получается вполне себе оптимистичной. В этом году казахстанская киноиндустрия переживает невероятный пик развития, и есть все предпосылки того, что совсем скоро качество выпускаемых фильмов сравняется с их количеством. Встречаемся в кино! Алина Ташмагометова, Руслан Хасанов, Хедлайнер